Привет, друзья! Это проект Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Сегодня у нас на 12 мы перенесли будет конференция по RDNY. Она такая в узком кругу. Те менеджеры, которые прошли уже все испытательные сроки, и Женя их одобрил. И мы сегодня будем вырабатывать концепцию, как нам дальше развиваться, потому что проблем за эту неделю оказалось очень много. С некоторыми проблемами мы предполагали, что столкнемся, а некоторые проблемы сами по себе возникли. Но новый бизнес всегда это происходит. И я сейчас хочу зачитать комментарий одной из девушки, которая написала мне. Здравствуйте, Юрий. Я посмотрел ваш ролик по RDNY. К сожалению, у меня нет возможности делать звонки из-за разницы во времени. Но я могу делать рассылки в личку, в соцсетях. Я согласна отказаться от почасовой оплаты и получать вознаграждение только за реальных клиентов, которые зарегистрируются на вашем сайте с моим промокодом. И она спрашивает, такое предложение вас устраивает? Плюс она дальше второе сообщение написала. Также во многих объявлениях, поданных с искателями квартир, есть пункт отправить письмо автору. То есть на нем возможно обратиться с предложениями лично. И я вчера делал ролик о том, что мы меняем концепцию. Я даже вечером поговорил с одним парнем, с которым я познакомился когда-то в Силиконовой долине. Я ездил на конференцию. Тогда еще у меня не было канала о стартапах. Я только приехал в Америку, и мы с ним там познакомились. Он имеет свой стартап. И я, Алексей его зовут, я говорю, Алеш, ну вот подскажи мне. Причем успешный стартап, он получил инвестиции и все. Он сам с России и переехал в Силиконовую долину, чтобы развивать стартап. И я его спрашиваю, Леш, подскажи мне, пожалуйста, вот у нас такая-то проблема. Вот что надо сделать. И он там несколько рекомендаций дал. Но одной из рекомендаций как раз было то, что надо общаться с клиентами лично. То есть те потенциальные клиенты, которые там зарегистрируются, регистрируются 50-100 человек в день, но не платят. Это как бы вот проблема то, что они либо что-то не понимают в сайте, либо им дорого. Ну то есть надо узнать, понять в чем проблема. И поэтому надо действительно, правильная, наверное, всякие стратегия. Здравствуйте. Так, специалист в стартапах мне тоже это подсказал. Надо обзванивать клиентов. Обзванивать, либо писать в личку, как вот сейчас эта зрительница предлагает. То есть все люди потенциальные, которые зарегистрированы в Нью-Йорке в сети ВКонтакте, и зарегистрированы в Нью-Йорке в сети Фейсбуке, в Одноклассниках в Нью-Йорке, там есть выборка тоже по городам в Одноклассниках, это потенциальные клиенты RD&Y. Не сегодня, так завтра. В Нью-Йорке в основном все снимают жилье, особенно Манхэттен. И они переезжают из одного места в другое место и так далее. Я знаю, большинство моих знакомых, они меняют каждый год место жительства. Да, где ты сейчас живешь? А, я уже здесь. А ты же там жил. Я уже переехал. И так далее. Поэтому потенциально, если вы имеете промокод, вот, и я думаю, что мы сейчас как раз обсудим это на нашем совещании, что мы будем просто раздавать большое количество промокодов. Если человек потом им не пользует там в течение месяца, значит, мы его ликвидируем и все. И раздавать будем всем, кто хочет продавать прямым пользователям услугу RD&Y. То есть писать в личку. Пожалуйста, можете программу VK-Bot использовать. Либо звонить, что самое-самое эффективное. То есть, когда вы звоните лично на телефон и говорите, вот вы дали объявление о «Сниму квартиру», мы бы хотим вам предложить такой-то сервис. По поводу «Сниму квартиру» очень много объявлений. И посмотрите, и «Русрек», и в группах ВКонтакте, там, о Нью-Йорке полным-полно объявлений. Люди пишут «Сниму квартиру». И на «Крейк-листе» вы можете русские районы забивать и тоже вычислять русских. Ну, большое количество людей, которые на форумах пишут «Сниму квартиру». И таким образом вы можете просто обзванивать их и продавать эту услугу. Реально, абсолютно реально 10 человек подписывать каждый из вас может. Это уже 300 долларов вы будете получать. С каждого клиента по 30 долларов. Я также обращаюсь ко всем ребятам, которые начинали постить объявление, но поняли, что это не их. Ну, тяжело это. То есть, постить объявление – это всегда тяжело. И многие… Это монотонная работа, многие от этого отказались. Поэтому, в принципе, вы можете возвращаться, как бы, к нам, и Женя вам раздаст промокода. Вот, я скайп Жене укажу под видео опять. И, кстати, к лонам обращаюсь, если ролик будете копировать, пожалуйста, тоже скайп Жене укажите. И продолжать начинать опять продавать эту услугу. Вот проблема в том, что клиенту надо разжевывать, да, как все там бренды начинались. Их надо, ну, например, тот же Avon, да, услугу показывали, услугу рассказывали и так далее. Ну, я имею в виду новые какие-то бренды. Их надо, их нужно объяснять и разжевывать, как эта услуга работает. Вот RDNY, получается, тоже нужно все объяснять. Ну, вот такой ролик. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вы можете звонить клиентам напрямую, ну, и писать в личку, потому что рано или поздно этот клиент все равно придет. Ему нужна будет квартира, квартиру в Нью-Йорке. И он, конечно, воспользуется вашим промокодом, получит скидку в 10 долларов. Ну, а вы по этому промокоду получите 30 долларов за клиента. Мы уже отдаем больше, чем сами зарабатываем. Лишь бы, как говорится, началось все и активность пошла. Потому что подписываются много, еще раз повторяю, но не платят. Это, конечно, плохой знак. То есть, в чем причина? Квартиры есть, да? Дорого? Или просто не имеют пользоваться сайтом? Вот эту причину мы и должны выяснить. То есть, вам надо будет еще спрашивать, в чем причина, почему и так далее.